Российская армия готовится наступать на город Славянск Донецкой области. Накануне об этом заявили в Генштабе Вооруженных сил Украины. По прогнозам советника главы Офиса Президента Украины Алексея Арестовича, осада Славянска может начаться ориентировочно через неделю. При этом в городе остаются десятки тысяч жителей. Эти женщины, многие с детьми, стоят в очереди, несмотря на воздушную тревогу. Раз в две недели здесь выдают товары для самых маленьких жителей Славянска. Подгузники, питание, детскую присыпку. Ирина тоже пришла с ребенком. Оставить не с кем. Без мужа я никуда не хочу ехать, потому что муж у меня работает. У нас такое решение. Мы остаемся. Не покидать родной город решили многие его жители. По данным Донецкой областной военной администрации, сейчас в Славянске проживает около 25 тысяч человек. Мы собираемся оставаться, потому что сейчас ехать никуда не безопасно. Сейчас в Днепре стреляют, везде стреляют. В другие дни недели эта же благотворительная организация раздает продуктовые наборы пенсионерам Славянска. Из-за войны у нас в городе остановлены все предприятия. Люди остались без работы, без средств к существованию. Таким образом мы поддерживаем своих жителей. Бабушке Альбини помогают местные волонтеры. Ее квартира пострадала во время одного из ракетных ударов. Повезло, говорит женщина. Отделалась царапинами на лице и руках. Я лежу на кровати. Только я не поняла, мне кажется, искры какие-то летели. На меня стекла посыпались. Из-за поврежденных электросетей, порывов труб, в городе нет газа, воды, перебои с электричеством. Местная власть установила в разных районах Славянска баки с питьевой водой. Жители города по-прежнему просят не затягивать с эвакуацией.